Стрельба в центре Киева. Кто стрелял, из чего стрелял и почему стрелял, до сих пор сказать сложно. Но есть пострадавший и есть почти вся картина произошедшего в материалах наших корреспондентов. О стрельбе на Европейской площади в Киеве становится известно около восьми вечера. Информации мало и та путанная. В голову там четыре пострела. Два зашла на поражение. Это была стрельба, открытая молодым человеком, который был несколько не в трезвом состоянии. Через наш пост шли двое неведомых, хлопцы, такие мужички с алкогольными напитками в пакете. Мы попросили, узнали, куда вы идете и зачем. Они сказали, что шли вы. Они зашли в кафе «Мафия». Зашел в дверь и вышел обратно через две секундочки. Начал по нас стрелять из пистолета. А вот другая версия конфликта. Окончательная причина столкновения до сих пор неизвестна. О том, как развиваются события, глава МВД отчитывается онлайн. Стрелявший был заблокирован в туалете кафе другими активистами. До прибытия вызванной милиции в кафе прибыли из отеля «Днепр» тяжело вооруженные представители правого сектора. Отель оцеплен. Из здания эвакуируют постояльцев и персонал. Об этом человеке активисты узнали полковника милиции Сергея Осавелюка. Это о нем нардеп Геннадий Маскаль ранее говорил, как о командире снайперов на Майдане. Сегодня показывает документы. Милиционер в розыске. Они говорят, так же вас информируем, что вживаются заходы, что до установления места находения и обеспечения его приводом до Генеральной прокуратуры Украины. Он сидит на рабочем месте, выполняет свои функции. Значит, никто его не смещал. Проводится проверка Генеральной прокуратуры. Никаких обвинений полковнику Осавелюку предъявлено не было. На Европейской площади Осавелюка окружают люди. В результате этой ситуации, вы будете здесь. Те, которые обидели, находятся в госинице. Это я так понимаю. И дальше. Что вы тут робите? Вы стоите без оружия. Там находятся люди с оружием. Дальше стрелок попадает в руки правоохранителей. Сейчас он в СИЗО. Ним выявился граждан Украины 1981 года, житель города Кривый Рег. Да, действительно, это наш человек. Он активист правого сектора, достаточно известный активист. И я надеюсь, что правоохранительные органы смогут разобраться в этой ситуации и озвучить не только назначить виновного, но и выяснить, кто действительно виноват. После перестрелки трое раненых. 19-летний Александр в реанимации. Пошкоджение и легенеза обоих боков, диафрагма выдана в него салазинку. На данный момент хворый в сведомости, станет его тяжким. Задело пуля и чиновника. Первый замглавы столичной городминистрации Богдан Дубас от госпитализации отказался. Сегодня он на рабочем месте, говорят, в пресс-службе. Но с журналистами не общается. Он вообще находился там совершенно случайно, он ужинал в том ресторане. Сегодня утром правый сектор покидает отель. Куда переезжает, активисты не говорят. На наши требования они отправились оттуда без оружия. В сопровождении сотрудников службы безопасности Украины. В один из лагерей, в один из загорных тренировочных лагерей. Мне непонятно действие, которое производит господин Аваков. Вот это шоу, которое было сделано вокруг отеля Днепр. Оцепление, люди в масках. Тем более, что он знал, что по плану 1 апреля правый сектор, Киевская организация правого сектора должна была покинуть отель Днепр. Позже в отеле милиция находит оружие, чье выясняет. Как и все обстоятельства событий прошлой ночи. Евгения Наприенко, Людмила Горбач, Антон Нечипуренко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...